друзья кошмарно когда гибнут дети а вот когда взрослые используют смерть этого ребенка использует родственников погибшего ребенка для того чтобы оправдывать агрессию оккупацию оправдывать эту недоимперию в ее агрессии оккупации оправдывать ее будущую агрессию оккупацию это омерзительно это вообще сложно как-то назвать недавно пытливый ум татьяны мантян ее игривый такой мозг родил вот такой вот документ в кавычках технические подробности с места гибели владика шихова но в сми российских пропагандистских было очень много разных данных его называли владислав дмитриев они путали и место где он погиб и населенный пункт игрались этим разгоняя вот этот вот хайп они там была путаница из даты его гибели и в каком месте он погиб что это окраины донецка писали эти твари а вот но танюша на этом не заморачивается владика шихова в ходе осмотра место происшествия тут она замечательный канцелярский язык включает отчетливо видно место разрыва боеприпаса напоминающего разрыва разрыв либо от вог либо от гранаты ф1 то ли слон то ли бегемот непонятно танюша что там взорвалось то ли может быть вообще так сказать жираф пробежал хотя осколки не найдены то есть эти вот существа зачистили место этой трагедии осколков нет они собрали все осколки поэтому несколько часов работали там вот эти вот убийцы оккупанты и коллаборанты чтобы там все почистить хотя осколки не найдены по предположениям спецов интересно где там спецов танюша нашла наверное российских спецов это была f1 усиленная взрывчатым веществом например пластидом чуть дальше обнаруживается куча мелких подчеркнута круглых отверстий которые могли бы оставить обычные шарики от шарикоподшипников в дополнение к шарикам обнаруживается странная почти прозрачная желейной консистенции субстанция неплохо горит напоминает самодельный напалм из пенопласта также были обнаружены и так называемые ролики то есть потанюша мантян это то ли вог то ли f1 усиленная пласти дом с шариками от шарикоподшипников но которые не найдены только отверстия найдены от этих шариков еще и самодельный напалм еще и кроме шариков еще и ролики какие-то танюша надо было не останавливаться на этом кусочки урана 235 от фирмы вестингаус зачем так сказать ты как то вот супер бомбу конструировала как-то очень скромно всего лишь f1 с пластидом с шариками с роликами самодельным напалмом вот но частей этого боеприпаса конечно же так сказать уже твои кураторы подчистили также были обнаружены так называемые ролики на расстоянии чуть больше пяти метров поражающие элементы уже с трудом пробили доски а самих поражающих элементов они не нашли что исключает вариант озм то есть то ли мышь то ли слон то ли бегемот то ли дельфин то ли азм то ли f1 то ли вог широкое поле для манипуляций танюша версия что дед хранил в доме самодельное взрывное устройство полностью несостоятельно только свободную падающий боеприпас смог дать во все стороны одинаковый разлет то ей очень важно подчеркнуть что это обязательно что-то упало с неба потому что она разлетелась по танюши во все стороны танюша лежащий на во дворе на земле на грунте на асфальте боеприпас при взрыве даст разлет во все стороны но она же спец у нас так сказать главное отмазывать своих кураторов также бессмысленно выглядит и версия игры ребенка с боеприпасом это важно не могло быть правильно это только какой-то супер беспилотник наверное байрактар углубился на там 15-20 километров от линии фронта или там 12-15 километров от линии фронта а вот а реально пролетел еще больше и прицельно они же рисуют эти твари картину как военнослужащие в силу специально высматривали этого мальчика чтобы в каком-то мелком маленьком поселке на его окраине найти мальчика и поразить его какой-то как они по их мнению f1 с пластидом с шариками с этим самым самодельным напалмом вот оказывается чем воюют байрактары потому что именно когда это было в пропагандистских каналах российских и пророссийских они показывали фотографию байрактара или иногда показывали фото солдата в с разведывательным чисто разведывательным беспилотником они устроили кошмар для родственников этого ребенка потому что они использовали их родственники ребенка запуганные с синдромом вот этого вот подчинения оккупантом агрессором с вот это они прошли через этот весь ад и дальше будут находиться в этом аду потому что эта тема будет раскручиваться и дальше и в этой всей истории так сказать очаровательная танюша мантян приняла участие она не побрезговала вот тем что сми стороны оккупанта агрессора они также как вурдалак им нужна кровь они питаются этим смерти детей им очень выгодны они кидаются они как акулы чувствуют как как зомби чувствуют запах крови и слетаются туда на то место где пролилась эта кровь и они устраивают вот эту пир этот вакханалию лжи подлости мерзости и гадости рассказывая используя вот эту трагедию ее бы не произошло без российской агрессии без российской оккупации без их там нетов не произошло бы этой трагедии этот мальчик был бы жив этот мальчик родился в оккупации этот мальчик ничего не видел кроме оккупации и этот мальчик погиб будучи заложником будучи акуп ребенком взятым в заложники и он после его смерти его тело его родственники его похороны были превращены в этот шабаш и в этот ад для его родственников и к сожалению многие наши соотечественники попали под ядовитые вот эти испражнения вот этой вот путинской пропаганды более того такие как мантян побежали на запах детской крови я не знаю как это назвать я не хочу сейчас дальше рассказывать технические подробности какие-то приводить аргументы морально-нравственного содержания это омерзительно друзья участвуйте в информационной войне не давайте этой лжи распространяться показываете всю мерзость подлость и гадость на российской пропаганды дякую вам друзья важка тема дякую вам допомогайте нашим військовым допомогайте мені допомогати нашим військовым зараз як ніколи потрібна ваша допомога вони не розуміють іншої мови ніж мова та яко яка приводить до непоправної шкоди агресору загарбнику отец